Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tool. Это видео снято специально для конкурса от компании Stanley. Конкурс называется «Покажи свою коллекцию Stanley» или «Покажи, как ты работаешь инструментом Stanley». Инструмента Stanley у меня нет, но у меня осталась очень большая коллекция системы хранения от компании Stanley. В свое время я занимался электромонтажными работами до 35 лет. Сейчас мне уже в этом году в апреле будет 40, но как бы все это у меня осталось. Я покажу, сейчас поделюсь, чем я в свое время пользовался. Я живу в городе Белгород, это такой небольшой город, и в то время купить что-то хорошее было очень трудно. Продавались всякие дешевые китайские ящики, а именно надежные, крепкие и профессиональные это достать было с трудом, но удавалось иногда доставать. Короче, начнем по порядку. Начну, наверное, с конца. Вот это последнее мое приобретение подарила мне моя любимая жена на 23 февраля. Система хранения для расходников. Ящик Stanley Fatmax. Вот так вот открывается. Чем хорош этот ящик? Здесь очень большие контейнеры. Ой-ой-ой. И сюда влезет очень, как бы, ну, реально много саморезов, много необходимой... Вот у меня здесь и клипсы, и система крепления. Кальмары мы их называли в свое время. Семечки тут саморезы. Для гипсокартона крепеж. Можно взять, достать ящичек и идти с ним работать отдельно. Плюс система эта, если у вас таких несколько ящиков, можно крепить один на один, и они между собой вот так вот закрепляются. И такие ящики есть тоньше в два раза у Stanley. И плюс еще есть ящики с прорезиненной крышкой. Вот здесь вот резинка вставлена, чтобы влага внутрь не попадала. Этот дешевый. Здесь резиночки нет. Еще у Stanley есть такой же ящик с металлическими застежками. Ну, как бы, пластиковые они тоже достаточно крепкие. У меня с этим ящиком проблем никаких не возникало. Давайте пойдем дальше. Вот такой ящик. Это, наверное, было наше самое первое приобретение. И это не первый мой ящик. У меня в свое время на одном объекте произошла кража. Было украдено много оборудования моего. И после него я, как бы, еще раз купил те же самые ящики. Потому что они мне очень сильно понравились. Чем хорош этот ящик? Ручка обычная. Здесь два отделения. Тут вот остатки былой роскоши от моей бывшей работы. Клемники вага, наконечники инжевии, лента светодиодная. Блок плавного пуска. Я их реально... Они у меня в сарае лежат. И я их, как бы, не использую сейчас. Самый большой плюс этого ящика, это то, что он открывается вот так просто. Здесь вот такая перемычка, или как назвать, ручка быстрая. Вот так за нее потянул и крышка сразу открылась. Внутри, как во всех стандартных ящиках, отделение выносное. И большой просторный ящик, куда можно складывать все, что вам угодно. И еще огромный плюс этого ящика. На него спокойно можно становиться. И ему ничего не будет. То есть, я его неоднократно использовал в таких целях. Вот я на нем стою. Прыгаю, как бы, ему абсолютно все равно. Ящик очень крепкий и надежный. Потом, в моей коллекции появился вот такой ящик. Это двойной. Купил я его с рук, бэушный. Очень дешево. Он мне тогда обошелся. Можно сказать, даром. Но у этого ящика есть свои и плюсы, и минусы. Верхний ящик очень похож на тот, который мы сейчас только что смотрели. Здесь небольшие отделения. Открывается только он вот такими застежками. А внутри у нас здесь был точно такой же. Я не знаю, где он лежит сейчас. Такое же сверху съемное отделение. Ну, а внутри, как всегда, вы можете хранить все, что угодно. Закрываем. Какой минус этого ящика? Огромный минус этого ящика, это когда человек, который видит его впервые, хочет, например, его переставить, он берет не за эту ручку, для того, чтобы его весь поднять, а всегда поднимают его за эту ручку. Она начинает выдвигаться. Человек теряется и пытается назад ее задвинуть. А здесь уже защелки вылезли. И их надо вот так сделать. И когда, ну, то есть, подходит человек, который ни разу не пользовался этим ящиком, он может вам его сломать. Ручка здесь выдвигается. И у нас ящик превращается в тележку. Тележка на колесиках. То есть, удобно к объекту подвозить инструмент. Если у вас нагружено здесь очень много всего. Снизу нижний ящик отстегивается такими большими защелками с двух сторон. И верхний ящик можно снять. Здесь у нас просто большое, огромное отделение. Ну, у меня здесь все для газонокосилки, для триммера. Тут навалено, сложено. С прошлого лета, как бросил, так и ничего не брал. Еще один минус. Если вы сюда наложите что-то большое, видите, распирает его. И когда начнете ставить обратно верхний ящик, здесь есть такие зубцы, они не всегда попадают в эти места. Даже если вы ничего сюда не положите, они уже изначально не попадают. Нужно, когда ставишь, сюда придавить и поставить. Только тогда ящик закрепится. То есть, если наложите прямо там перфораторов, туда кучу болгарок, часто сложно его назад вот так сдвинуть. Но так, за те деньги, которые я приобрел, это просто офигенный, так сказать, офигенная система хранения. Идем дальше. Дальше у нас идет сумка. Она тоже на колесиках. Здесь вот такие маленькие колесики. И выдвижная ручка. Ручка-телескоп, намного длиннее. Удобно перевозить. Тоже у меня, это моя вторая такая сумка. Первая была украдена. И вообще, даже не думая, я взял себе вторую. Здесь есть место для визиток ваших. Два больших кармана сзади. Сбоку один огромный карман. С этой стороны у нас ничего нету, но есть вот такая штука. Сюда можно, не знаю, кабеля примотать там. Ну, в смысле, бухту провода вот так смотать, и она будет у вас висеть. На передней части, да, сверху у нас ручка обычная, за нее можно брать. Здесь логотип. На липучке карман. Здесь у нас тоже ваги, лезвие. В данный момент я этот ящик использую, как хранение своего всего ручного инструмента. Здесь у нас два кармашка, карандашик. Здесь тоже липучка и змейка. Ну, змейка, скажу вам, что на первом моем ящике, что на втором, не всегда она нормально вот в этих местах на углу проходит. Есть вот небольшой минус, но он не настолько прям сильный. Меня как бы не напрягало никогда. Сверху у нас, на самой крышке, большой карман для липучки. Ну, сюда можно документы вложить, а 4 лист спокойно входит. Внутри, ну, здесь у меня все завалено. Есть вот такая перегородка, она на липучках. И здесь два положения есть. Можно пополам разделить, либо вот большую часть и меньшую. С одной стороны есть специально под отвертки отделение. Здесь также много кармашков. Чем хорош этот ящик? Он мне больше понравился, когда я работал уже не электромонтажными работами, а обслуживал... Я работал в фитнес-клубе, в сети, очень большой сети фитнес-клубов. Я работал инженером по эксплуатации, но в подчинении никого не было, и работал один. То есть я и ремонтировал тренажеры, и отвечал за электрику, сантехнику, ну, вообще, за все инженерное оборудование спортзала. И носить всегда с собой там в мелких сумках, это неудобно. Куда-нибудь пошел, что-то забыл, не взял. Здесь у тебя все спокойно вмещается, все, что тебе нужно, и по электрике, и по сантехнике, и по всему. Ты один раз накидал, и по залу не носишь эту тяжелую сумку, ты просто ее катаешь. Вот когда у вас, короче, ровные полы, когда у вас ровные полы, и, получается, не лестниц нету, хотя и по лестнице его не так тяжело носить. Вы можете один раз нагрузить сюда весь свой инструмент, и спокойно работать в любой точке своего, как говорится, объекта. В принципе, на этом можно закончить показ инструмента Стэнли. Есть еще у меня перчатки, ну, перчатки недавно подарил мне сам Женя, а Женя будет этот конкурс, как говорится, в жюри этого конкурса. Поэтому, наверное, будет неправильно их показывать, и я их показывать сейчас не буду. Есть еще один, тоже не знаю, подойдет ли это к конкурсу. Стэнли, это же компания у них, называется Стэнли Блэкен Деккер, и в эту компанию входит Девольт. И раз уж мы сегодня рассматривали систему хранения, покажу еще одну систему хранения от компании Девольт. Это рюкзак. Этот рюкзак Девольт меня также неплохо выручал и в электромонтаже, и в фитнес-клубе. Я его иногда использовал рюкзак, иногда эту сумку. Рюкзак больше подойдет, наверное, для оперативных выездов, когда вы ездите по городу, особенно если у вас нет своего автомобиля. Вы в него вместите, опять же, большинство ручного инструмента. Например, для электрика сюда можно все, что нужно. Короче, все, что нужно электрику сюда помещается. Чем хорош этот рюкзак? Здесь два кармана, один карман большой, вот здесь отстегивается. Очень большое отделение для отверток, пассатиж. Здесь еще две сеточки. Отделение закроем пока. Здесь у нас есть фонарик, причем фонарик светит как снаружи. Вы можете его поставить и подсветить свое рабочее место, если вы в темноте работаете. Также он светит и сам внутрь рюкзака. То есть вы его так закрыли, включили его, и здесь есть открыть основное отделение рюкзака. Оно открывается очень так хорошо. То фонарик полностью освещает все, что находится внутри. Здесь внутри сделано отделение для зарядки шуруповерта двольтовского. И вот здесь также сам шуруповерт можно поставить и закрепить. Это примерно выглядит вот так. Сюда ставится шуруповерт. А внутрь кладется вот сюда зарядное устройство и застегивается. Она, видите, подрезиненная, то есть под разные зарядные. Если у вас больше, меньше, неважно, влезет в любое. Не обязательно и DeVolite сюда, и Makita влезет, и все что угодно, и тот же Стэнли. Это место, ну вообще указано типа как для планшета. Здесь еще кармашек защищенный, я так понимаю, от воды, возможно. По краям еще сеточка и жесткий карман. Здесь место также для отверток. Сюда пассатижи различные, ножницы. И там карандаши, биты, сверла и все такое. Кому интересно более подробное описание рюкзака, у меня на него есть отдельное видео. Также отдельное видео у меня есть на вот эту сумку. Ну а на сегодня все. Надеюсь на победу в этом конкурсе. И желаю всем удачи остальным конкурсантам. Пока!